Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Мы продолжаем наш великолепный курс, в котором мы последовательно разбираем главы Торы. И вот мы дошли до главы, которая называется Экев. Я обнаружил, что единственное, что мы разбирали в предыдущих циклах, это очень важный отрывок. Итак, вторая часть ШМА ИСАЭЛЬ очень важная, но и кроме него есть много интересного, поэтому сегодня мы разберем, я надеюсь, десятый параграф, он не очень большой, и думаю, что успеем из одиннадцатого параграфа рассмотреть то, что вот кроме этой части ШМА. Так, я, да, ну, я надеюсь, все в сборе и все участвуют. Я начинаю с вашего позволения. Итак, перег, десятый, десятый параграф книги Дворим. С первого, с первой фразы начинаем. Во время то, сказал Всевышний мне, помним, что всех нереговорим, это, по сути, речь Моисея перед народом за семь дней, да, от первого числа месяца Адар до седьмого числа, когда он покинул этот мир. Поэтому, когда он говорит Элай, значит, ко мне, к Моисею. Итак, что ему сказал Всевышний? Вытеши сальм, как тот же конечное слово Песель, Песель – скульптура изображения трехмерное. Две скрижали каменные, как первые. И подними ко мне на гору, и я сделаю тебе, извините, осита, и ты сделаешь себе. Значит, слово Арон в современном еврейском означает шкаф. Мы здесь переводим как ковчег из дерева. Есть мнение, что был ковчег, сделанный Моисеем, был ковчег, сделанный Беселяем. Так, прошу вас, Бет читает, наверное, Анна, да? Анна, вы распределяете очереди, чтобы мне не отвлекаться? Да. Прошу вас. Так. Обратите внимание, последнее слово Весамтам. Там-там положено, положено. Вы правильно прочитали, конечно. И положено, да. Так, и написал я, значит, вот эти скрижали. На скрижалях. А, на скрижалях слова, которые были на скрижалях первых, которые я... Которые ты раз... Это уже слова Всевышнего. Это прямая речь, которая приводит Всевышнего. Моше. Это говорит Бог. И я напишу, да. И я... А, я... Все, я напишу. Да. Написать должен был Моисей уже, а на Всевышний. Я напишу. На них... Мы переводим, что написано, да. Так. Вот это вот Ашешибарта, это относится к Моисею, который ты разбил. Так. Да-да. И положи их в этот ковчег, который... Ковчег. Да, да, верно. Так. Кто у нас? Людмила. Людмила, да. Прошу, просим. Во ААСАРОН АЦЕ ШИТІМ ВЕ... Во ЭФСОЛЬ ШНЕЙ ЛОХОТ АВАНИМ КАРИШОНИМ ВЕ... Тут уже Моисей говорит о себе. Так кончилась прямая речь. Я сделал ковчег из дерева акации. Вытесал, очевидно. Вытесал две таблицы, две скрижали, каменные, как первые, и поднял на гору, и две таблички в руках. В руке моей конкретно. Да, спасибо. Так, далее? Юлия. Юлия. Вы знаете? Эрэфтов, да. Эрэфтов, да. Слушаем вас. Эрэфтов, ал-галуход, ка нехтав гаришон, эдэ асэрэт гадварим, асэр дебэр, асэр дебэр, асэр, алейхэм, багар, митох, гаээш, байом га, га, га. И написал на табличках, на скрижалях то, что написал первое. И что написал? Как письмо, как написанное первым. Да, да, да. Михтав – это, современно вы говорите, михтав – это письмо, но имеется в виду запись, да. Как написанное первое, десять заповедей или речений, которые сказал Бог вам на горе из огня, ну, из середины огня, в день собрания. Да, совершенно верно. Я думаю, что иногда я поправляю, иногда я просто заранее говорю, чтобы… просто предполагаю, что здесь могут быть какие-то трудности. Значит, имя Всевышнего мы можем читать его как в молитве. Вот мы можем называть его Гошем, да, подчеркиваю, что здесь стоит имя Всевышнего. Поскольку мы сейчас действительно занимаемся творогой, нам разрешено произносить имя так, как мы произносим «Читая глоба». Да, спасибо, Юля, все правильно. Спасибо большое. Так, теперь Эй, Ричей. У нас есть Александра и Елена. Да, пожалуйста, если вы хотите участвовать, пожалуйста, покажите это вот, Елена. Нет, я не хочу, спасибо, я только слушаю. Не, я тоже не читаю, у меня не тот уровень, не, не, не. Не стесняйтесь, сразу вам говорю, я никого, да, 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 я не требую чтения, вот, но просто практика показывает, что обычно человек немного стесняется, да, недооценивает свои возможности. Пожалуйста, пожалуйста, как вам удобнее, тогда Эй, очевидно, мой, да? Да. Да, читаю. И положил скрижали в ковчег, который я сделал, и были они там, как приказал мне, как повелел мне Бог цивами, это, значит, обязал меня. Так, все, прошу вас, Анна. Так, у в ней Исраэль, на спу, не берут, в ней якан, мусора, шам, мусора, шам, мет, арун, вейкавер, шам, вейкавен, элазар, бно, тахтав. И двинулись, ну, и двинулись, ну, и двинулись с цены Израиля, тут говорится о перемещении из местности боеродной яка, мусору. Мусору. Да, это название. В комментариях говорится, там всякие, ну, Рашик, к примеру, он расшифровывает, что это означает, что это какие-то там бонусорянки, все такое, но это можно посмотреть. Спасибо, да. Да, это тоже, может быть, использовано для этого корень каган. Да. Так, спасибо, Анна. Теперь Людмила. Людмила, так. Гудго, да. Я твата эрец на хале маем. Да. Оттуда... Двинулись. Двинулись. Поехали, куда двинулись, да. В место под названием Гудго. А, это, да, суффикс направления, да. В Израиле есть такое сейчас какое-нибудь по этому названию? Я, честно говоря, вот такое название не слышал, но я много чего не слышал. Потому что йотвата, я что-то, йотвата слышала. Йотвата, конечно, есть, да, я знаю. Потерялось, подвинулись сейчас. У меня была какая буковка? Вы читаете Зайн. Зайн, вверху. А, вот, ага. И из вот этой Гудгоды. Гудго, да. Йотвата. Очевидно, в Йотвата, да. А, в Йотвату. Землю... Ой, закрылись у меня с плывающим окном сейчас. Ага, на хале и маин. А, на хале это реки или... Да, потоки, скорее. Ручьи. Потоки воды. Потоки воды. Потоков вод. Потоков вод. Да, 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 совершенно верно. Это вот эта йотвата, да, получается? Очевидно, йотвата, да, местность. Да, ее описывают как земля, в которой много потоков вод. Ручьев. Более точно, потому что для российского глаза это, конечно, не реки. Так, да, замечательно. Так, хет. Спасибо. Бедагу хевди ле-шем, эт шевет га-леви, ле-шет, эт а-рон бри-т а-шем, ла-мод левне а-шем, ле-шер-то, у лев-рех би шмо ад гайом а-зе. Верно, спасибо. В то время разделил, извините, отделил буквально, да. Не хаху, а хахи в самом начале. Да, да, да. Бывает такое, бывает. Нередко, что написано буквой ВАВ, но мы ее не считаем, потому что речь идет женского рода, да? А, да, точно. Это женского рода, да, и в то время Евдиль, мы знаем слово АВДАЛА разделение, то есть отделил, да? И колено леви, и левина, и… Ласет, знаете слово, да? Носить буквально. Нанести, да. Да, нести, да. Чтобы нести ковчег завета Всевышнего. И стоять перед Всевышним, так, Лешарет, это служить. А, ага, не служить. Извините, да. Служить. Лешарто служить ему. У леви орех би шмо. Ну, благословлять его имя. Именем его. Именем его, то есть, Всевышний. Именем его именем до этого дня. До сегодняшнего дня, да, это совершенно верно. Да, просто я неоднократно слышал удивление от людей, которые впервые попали в синагогу. Как, неужели вот этот вот человек, который выходит поливать на руки ковина, он происходит от того самого леви? Неужели вот эти вот люди, которые выходят благословлять народ, это потомки того самого Арона, да? Это так, мы помним, что и родословно. Так, спасибо, спасибо, Юлия. Теперь Тет. Алло, алло. Опять я. Понятно. Не стесняйтесь, напоминайте мне. Алло, алкен, ло. Ая, ла-леви, хелек, венахала. Эм, ах, ихав. Ашем, у нахалото. Ка-шер дибер ашем, эллокеха, ло. Алкен означает поэтам. Есть буквально, на-да. Не будет у леви, имеется в виду все колено, части доли ве нахала и наследия вместе с братьями его, имеется в виду земельного надела колена леви, не получили. Ашем гу нахалато. Всевышний это надел их, как говорил Бог, Всевышний твой ему. Действительно, это так, да? Все левиты, которых я встречал, как в земле Израиля, так и в земле Израиля, да, они не обладают земельным наделом. Впрочем, какой-нибудь огородик могут иметь, да. Теперь Анна, да? Да, ведь интересно, что левитов меньше, чем коинов осталось, как я понимаю. Хотя, в итоге, должно быть больше. Да, да, должно быть больше, потому что пропорции тех времен Торы, да, показывают это. Но, да, правда, действительно, в большинстве своем, в большинстве общин, действительно, левитов меньше, чем коинов. Может быть, это связано с тем, что есть особые заповеди у коинов, и они тщательно сохранялись, а у левитов заповедей нет. И поэтому там три поколения, которые не были привязаны к синагоге, уже забывают о том, что они левиты. Ну, что же делать? Да, прошу вас. Так, да, верно. Я оставался на горе, как в дни первые, сорок дней и сорок ночей, и послушал, услышал, в данном случае, как и фильм получается. Услышал, да. Что Всевышний меня, и на этот раз, и в это время. Да. Но ава, ава, это как-то ава. Ну, возжелал, буквально, ава, возжелать, архаичное, да. Возжелание, да. И не пожелал Всевышний погубить, погубить тебя. Да. Но это не шхита, это, кстати, другой глагол. Это другое слово, через став, это значит погубить, да. Погубить. Да, она через тет, да. Но смысл близок, да, верно. Есть такое явление, что два корня, которые отличаются одной буквой, причем буквы тут близкие, либо рядом звучащие, да. Например, шалах через хет и шалах через хаф. Да, они имеют близкое значение. Бывает, но не всегда. Лашхитеха, погубить тебя. Да, верно. Так. Спасибо, Анна. Теперь Людмила Юталев, да. Да. Ва-йомар ашэм элай кум лэх лэмаса лэфне хаам вэй явоу вэй иршу эт хаарац ашэр нишбати. Нишбати, да. Нишбати. Нишбати. Да, я вашим. Ла-а-вотам ла-тет ла-эм. И сказал Всевышний мне, встань, иди. Поход буквально. Что буквально? Поход, перемещение масса. А. Придвижение, да. Поход перед народом, впереди народа. И придете и завладеете этой землей, которая... Нишбати. Я поклялся. Да, я поклялся вашим отцам дать им. Дать им. Да, да, да. Совершенно верно. Спасибо, Людмила. Все правильно. Ют, Бет, это Юлия, да? Да, да. Дорога Драхав. У ле-ахава и то... Ото. Ото. В лавод от Гашем лу-хеха. В холь левавха. 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 У в холь навшиха. Навшиха. Да, да, совершенно верно. Попробуем перевести. И вот израиль. Сейчас. Сейчас. Ата-сва-эт. Да. Отсюда слово и тонкость. Да. Что Всевышний, Бог твой... Шо-эль. Буквально спрашивает. Буквально спрашивает. А, спрашивает. Спрашивает от тебя? Да, от тебя. Им, кроме как, буквально. Вот это вот выражение. Ки им. Например, эйн зе эла, ки им бейт эвоким. И вот здесь. Как, не, кроме как. Да, то есть, что он спрашивает? А именно вот это. Извините, а вот это в им мах, это не от твоего народа? Нет, нет. Народ ам и вместе им, это однокоренные слова. И они связаны. Ме им ха, это от тебя. Это как бы составное, да? Придор поучать. Да. От с тобой буквально. Да, наверное. Спрашивает от тебя, кроме... Простите, я вот что-то не посмотрела. Вот этот глагол. Гир-а, значит, тут корень юд, рэш, алэф, означает бояться благоговить. Конечно, гир-а, шамай, море, да? Гобцу-мойра. Бояться Всевышнего, Бога твоего, ходить всеми путями. И... Любить его и доработать, поработать, работать... Лаботать, это значит служить кому? Служить, ага. Служить Всевышнему, Богу твоему. И в каждом сердце... Во всем сердцем. И душой твоей. И всем сердцем твоим, и всей душой твоей. Да, 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 совершенно верно. Смотрите, у нас есть несколько новых лиц. Я просто чуть напомню наши правила. Прежде всего, я стараюсь заранее ставить на нашу группу в Телеграме. Вот этот текст, файл, в котором есть текст, и файл словарь. Те слова, которые я отмечаю зеленым фоном, я вставляю в словарь. Либо я беру их из словаря, либо, если лучше это видно из перевода, это раз. Второе. Если вы читаете слово не совсем так, как написано, но от этого не меняется смысл, я даже не поправляю. Левавыха и левавыха – это одно и то же. Так что, если бы вы ошиблись, я бы даже не обратил внимания. Поэтому я прошу и других не поправлять. Значит, микрофон включен у меня постоянно и у того, кто говорит о нам. Да, все правильно, спасибо. Так, это была Юлия. После Юлии вступаю я. Лишмор – это митцвот ашем веэт хукотав веэт… Извините. Ашер анухи митцавха айом ла тов лаха. Лишмор – сохранять, то есть хранить. Митцвот – заповеди Ашем Всевышнего. Обратите внимание на вот это слово. Буква ЦАДИ, как и любая буква, может иметь одну огласовку. Какая огласовка у буквы ЦАДИ? Шва – две точки, которые стоят внизу, под ней. Соответственно, буква ВАВ с точкой наверху не может быть огласовкой. Огласовка у буквы ЦАДИ уже есть. А что же это такое? Это буква ВАВ, буква, которая звучит ве. И у нее огласовка. Огласовка – это точка, стоящая наверху. Как, например, вот здесь, в слове Лишмор. Точка, стоящая наверху, улам, хасер – это тоже долгая огласовка для О. Поэтому мы это читаем. Митцвот, а никаким образом не митцот. Заповеди. Итак, что такое митцвот? Заповеди Всевышнего. Хук – это закон, точнее, закон, иррациональный закон, который не может быть объяснен логически. Хукотав – это закон его. Ашер анухимитцвотха, который я заповедую тебе, велю тебе, айом, сегодня. Лятов лах – чтобы хорошо было тебе. Лятов в данном случае выступает в роли глагола. Ют, дарит. Пожалуйста, Анна. Прошу вас. Вот у Всевышнего Бога твоего небеса. Ну, небеса и небес, ну, конечно, там все, что над небесами, и земля, и все, что на ней. Все, что в ней, точнее, да, 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 совершенно верно. Слово «ген» здесь не в значении «они» – женщины, а в значении как «гине». Вот. Вот ведь Всевышнему принадлежит абсолютно все. И небеса, и то, что над небесами, и земля, и все, что на ней. Спасибо. Анна теперь. Людмила. Людмила. Людмила, ответ вам, да. Интересно, а небеса над небесами – это же какой-то духовный смысл, да, наверное, имеет? Можно так понять. Можно понять, что небо – это то, куда человек может дотянуться, достигнуть, послать спутник. А небеса небес – это какие-то далекие небесные тела. Так, не знаю, честно говоря, но вот это вот понятие «седьмое небо» и вот эти вот сферы, да, конечно, понятие духовное, не материальное. Да, это все-таки, это история. РАК БАВОТЕХАХАШАК АШЕМ ЛАХАВА ОТАМ ВАИВХАР БАЗАРАМ БАЗАРАМ АХАРЕХЕМ АХАРЕХЕМ, да. АБАХЕМ МИКОЛЬ ХААМИМ КАЙОМ ХАЗЕ, то только отцы ваши. ХАШАК ВОЗЖЕЛАЛ, ЗАХОТЕЛ, ПОЛЮБИМ, МОЖНОСКАЯТЬ ПОЛЮБИМ, да. Всевышний, любить его. Полюбить их, о там их, то есть отцов, да? А, да, полюбить их, и выбрал, и он выбрал… БЕЗАРАМ БАХАР БАНУ, это выбрал нас. БАХАР БЕЗАРАМ, выбрал их, кого? ЗЕРАМ, в данном случае, потомство. ЗЕРАМ – это и семя, и семена, да. И потомство за ними, как бы, да, в словно. Да, вслед за ними, да, после них. В них, в них, из них, ой… В них, из всех народов, да. Из всех народов сегодняшних, нынешних. Крайома, плоды сегодняшнего дня. Да, совершенно верно. Я думаю, я понимаю это так, что не только те народы, которые были во времена Авраама, потому что какие-то народы образуются, какие-то исчезают, какие-то меняют свое лицо. Например, принимая другую религию, он начинает служить другим богам. Вот, иногда язык, иногда название, иногда меняют место пребывания, иногда народы сливаются. Так вот, вплоть до сегодняшнего дня, да, никакой другой народ не был избран. То есть, вот это выражение «кайом хазе» – это с нынешнего, ой, с сегодняшнего до нынешнего дня. До ныне, наверное. До сегодняшнего дня. А что перевод дает, давайте можем посмотреть. Обычно у Анны открыт перевод, Анна, «кайом хазе», вот это вот выражение нам встречалось уже не первый раз. Как перевод его дает? Как ныне? Не написано «как ныне» или «как…» «как ныне». Это что значит? Как сейчас, так и раньше? Как и знал вас тогда, как и будет. Понятно, понятно, понятно. Там что-то не заметили, мне объяснят сейчас. Да, понятно. Но, смотрите, в некоторых случаях это можно понять, так что и вот до сегодняшнего дня, 21 августа, но по прямому тексту, это вплоть до сегодняшнего дня, то есть когда эти слова были сказаны, 3000 с лишним лет назад. Так что привязываться к словам не будет. Вы что-то хотели сказать? Не слышу? Вы что-то хотели сказать? Что-то я хотел сказать. А, я хотел напомнить вам, что Тевье Дармилхекер, он обращается ко Всевышнему Арбейденшуэллу. Я, конечно, понимаю, что мы избранный народ, но в следующий раз, пожалуйста, избери кого-нибудь другого. Тевье Дармилхекер – это Тевье Малочник. Я перевожу, тут далеко не все прям такие говорили. Да, нет, я просто цитирую его слова, но не подписываюсь под ним. Так, мутерлой, мутерлой, пожалуйста. Тет, Зайн? Умальтем – это Арлат, Левабхем, Вэ Арбехем, Ло Тикшу Оте. Так, я тут готов вам помочь. Умальтем – от слова Мила, как брить Мила. Буквально обрезание. Да, да, да. Арлат – это то, что, собственно, отделяется. При этом процессе, да. Это оболочка. Это оболочка. Левабхем – твердая оболочка сердца вашего, которая не позволяет сердцу ощутить связь со Всевышним. Вэ Арбатхем, Ло Тикшу Оуд. Я напоминаю вам выражение Кэше Ореф. Жестоковыйность. Ореф – это, вообще-то, затылок. Пикудха Ореф – это может подтвердить службу тыла. Да? Ореф – то, что за... Кэше Ореф – жестоковыйный. Есть объяснение – тот, кто поворачивается жесткой шеей, то есть затылком, к получающему его, к тому, кто делает ему замечание. Так? Вот здесь, очевидно, надо образовать голову. Юлия, прошу вас, попробуйте. Ужесточите лотос. Не, ужесточите свои... Свои... Свою выю, да? Оле... От еще, да. От еще, да, да. Да. И не ожесточайте шею вашу как то-то. Да, да, верно. Теперь Юдзайин. Ки Гошем Элогей Хем, О Элогей Аэлогим, Ва Адуним, А Эль, Агадоль, Агибор, Ва Анура, А Шер Логиса, Ва Ним, Вэлогиках, Шохад. Ибо, потому что Всевышний Бог ваш, Он Бог Богов и Господин Господ. Ну, надо понимать, Что не имеется в виду, Что есть какие-то локальные боги, Которые занимаются каждой своей областью, А Он как бы главный бог над ними. Нет, Он единственный бог. А то, что другие народы называют богами, Это не более чем слуде Всевышнего, Подчиненное ему, Как, например, экскаватор, Подчинен машинисту. Да. Мы же не говорим, Что экскаватор копает, Копает машинист, Который управляет этим экскаватором. Так. И Господин над господами, Ну, я думаю, это понятно. Так. Бог, Божество, Великий, Гебор, Сильный, Ве Анура, Буквально устрашающий, Но в смысле грозный. Мы видим здесь тоже корень, Что вот я, по-моему, Юля как раз и показывал. Ер-а, да, Это бояться благоповедеть, Трепетать. И вот здесь Нура, Это от того же корня, да, Который ло-йса-фаним. Иса-фаним, да, Это значит обращает лицо, В смысле относится не объективно хорошо, То есть как будто имеет любимчиков, да, И с другой стороны, В логиках шохад, Шохад – это взятка, И не берет взятку, Потому что, как было сказано, Все существующее принадлежит ему, да, Иса-фаним, Какое выражение обычно используется? Нелицеприятствует, вот, да, Вот так. Есть. Юд, Хэт, очевидно, Анна, да? Да, я хотела сказать вот Насчет фразы «Каем», Как сегодня Раша связывает Вот эти два фразы, О том, что Всевышний принадлежит небо и земля, И все на ней, Однако только вас Из всего, что на земле, Всевышний избрал. Да, да. Понятно, понятно, спасибо. Все правильно. Анна, да, Юд, Хэт? Да. Так. Осе, так, вот Всевышний, Вот тут, как прочитали, Он нелицеприятствует И не берет взяток. Осе мишпат ятом Вэ альмана Вэ охэв гер Латэт лох Лэшем вэ симла Любит Всевышний И сироту И вдову Вы не сначала Осе мишпат Делающий Вершать Сейчас, секундочку Делай Вершать Да, творит тут Сироте и вдове То есть Видимо Не обижали Да Не обижали их И любит пришельца И дает Доставляя ему Предоставляя ему Хлеб и одежду Да, да, верно И тут Раши пишет Что это именно то Чего просил Яков Да Если дашь мне Хлеб кушать И одежду Носить Да Я Посвящу тебе Десятину Да Спасибо, Анна Теперь Ютет Людмила Вахавтем Эдхагер Ки Гарим Хэйтем Бээр Цмитцраем И Любит Любите Любить их Любите пришельца А Афтем Да Афтем Это вы любите Да Какое время Не пойму И любил А Афтем Это вы любили Афтем Это вы будете Любить То есть Вы любите А, то есть Всевышний Любит И вы будете Любить Пришельцы И вы пришельцами Вы были В стране Египетской Совершенно верно То есть Вы можете Понять их положение Да Спасибо Так Теперь Каф Я разделю Бойтесь Вашего Всевышнего Бога Всевышнего Вашего Бойтесь То, что вы говорили Будьте рабами Ему Ему служите Да Уво Тидбак И Это то, что было В словарике Это прилепиться По-моему Да Прилепиться Да Тидбак Будьте близки К нему Девик Это клей Буквально Да Увишмо Тишавеа И В имя Его Это по-моему Клястся И Именем Его Клянитесь Да Совершенно верно Да Как же Это так Недавно Заповедано Несколько иначе Спасибо Спасибо Теперь я Он Слава твоя То есть Тебе следует Славить его Да Прославлять И он бог твой Который Сделал С тобой В данном случае К долот Прилагательный С опущенным Существителем И так же Нораот Да Дела Великие И дела Страшные Эти Которые Видели Глаза твои Ну тут Можно Отнести Эти слова К многим вещам В частности Криет Ямсу Да Здесь казнь Египетский По Влучение Торы На горе Сина И так далее Так Анна Прошу вас Кафбет И я думаю Что Хотел Начать Маш Шарабейн Обращается К другому поколению Который уже Не видела Этого Ничего А Да Да А что же Тогда видели Ну собственно И в пустыне Было много чудес Явных чудес Колодец Который шел За ними Благославы Ман Вот поэтому Он напоминает Вот вышел А понятно Как он там Восходил на гору Потом опять Приходил Потом Опять Приходил Потому что Люди Этого Своего Служат Они же Этого Не видели Да Да Так Прошу вас Кафбет Семью-десятью душами В количестве Семьдесяти душ Я так и хотела Сказать Душа здесь Одна Почему Ну как Можно сказать Шеремшеки А можно сказать Шеремшеки Да Семьдеся Семьдеся душами Пустились Отцы ваши В Египет А Семьдеся душами И поэтому Он Поминяет Только Звезды Вот Такие мы Прекрасно Спасибо Анна Ну тогда Давайте Немножко Читаем Отсюда Здесь есть Несколько Интересных Слов Думаю Что мы Успеем Разобрать Вот Голубым Я отметил Вторую часть Шма Это то Что мы Рассматривали В прошлом Кажется Году Да Да В прошлом Году Вообще Не рассматривали Эти Пробежали Пролетели На полных Парах Да Нет Мы не пролетели У нас не было Занятий Вообще Ну да Это я имею ввиду Да Пропустили Так Людмила Наверное Алеш Да Наверное Отвычка Да Людмила Вы с нами Так Почему ты Нет Людмила Давайте я Почитаю Ве Агавта Эта Шемелокеха Ве Шамарта Мишмарто Веху Котав Умишпатав Умицвотав Холь Аямим И люби Всевышнего Бога твоего И храни Сохраняй Его служение Мишмерет Да То есть его Хранение Охранение И законы его И установление его И заповеди его Все дни Снова показываем Что здесь мы читаем Мицвотав Да Так Бет Кто желает Юлию Давайте Юлию Ви Видатем Гайомки Видатем Гайомки Ло Этам Бнехем Ашер Ло Яд У Ва Ашер Ло Рау Эт Мусар Ашем Эл 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 Эт Гадло 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 Эт Ядло Газака 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 У Зикро У Зеро А Зеро Здеро А Зеро Га Не Ту Я Да Так Ви Да Тем Хоть мы Здесь Не Слышим Е Он Корневой От слова Йодеа И Знаете Да Прошу вас В день Который Знаете Сегодня Что Ло Эт Нейхем Вне Ваших Ну Сыновей Сыновей Которые Не Знали И Которые Не Видели Ну Мусар Это Еще Этика Да Поучение Всевышнего Поучение Всевышнего Бога Вашего И Не Гадло Это Гадло Это Величие Его Да 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 Величие Его Руку Его Сильную Ну И мышцу Простерто Как Обучение Да Совершенно верно Именно Так Да Так Ло Эт Бнейхем Несыновей Ваших Имеется Ввиду Не Только Ваших Сыновей Да Здесь фраза Мысль В этой фразине Закончена Продолжается Дальше Спасибо Так У нас Вылетала Людмила Людмила Почитает Да Вот Людмиле Мы Предоставим Гимал Да Вы готовы Да Вет От 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 Вет Ма Ашав Ма Ашав Ой Ма Ашав 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 От 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 Это Множечное число От От В значении Знамения От Это еще и буква Но буква Это Отийон А От Которое знамение От Прошу вас И знамения Его И дела Его Которые Он Делал В Египте Фараона Царя Египетского И для Всей Улы Хольм И Да Всей Страны Его Да Верно Спасибо Так Теперь Далец Да Кто Она Давайте Так Ашав Аса Ле Фе Иль Митраем Лес 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 Ле Рих Лерих Бо Ашав Этсиф 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 Мэйянсу Аль Снейгем Бератфам Ахарейхем В Абдем Ашем Адраем Аз Абдем Да Берна Так Продолжение Дет Что Значит Сделал Всевышний Над Фараоном И Над Сей Страной Его Это Войско Его Который Что Сделал Он С Войском Левитским Конями Его И Колесницами Его Который Ну вот Этсиф Как Получается Устремить Направить Значит Направил Воды Ямсу Им На них На них Когда Во время Когда Они Гнались За вами Родеф Это Преследователи Родеф Совершенно Верно Да Здесь Корень Аббад Да 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 Всевышний Погубил До Сегодня До Сегодняшнего Да 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 Анна Да Все правильно Так Хей Кто Желает Людмила Прошу вас Хей Ба Ашель Аса Лахем Бамидбар Ат Бо Ахем Ат Хамаком Азе И Который Сделал Вам В пустыне До Вот Этого Прихода Вашего Бо Ахем До Вашего Прихода До Этого Места До Места Этого То есть В это место В смысле Пришли А где Они находятся Сейчас Да Они находятся Практически На границе Им осталось Перейти Иордан И они уже В земле Святой Да Восточный Иордан Да Восточный Берег Да Да Ваши Раса Эли Детан В Ла Ви Ром вне Ильяв, бен Рувен, ашер ашер пацта га арец эт пиха ва тивлаем ве ба тихем ба оголейем ба коль га екум ашер ба раглейхем ба керев коль Исраэль Да, все правильно, Юля, здесь у меня будет две подсказки Да, начинайте И что сделал и то, которое сделал Всевышний То, что сделал имеется в виду Всевышний низкое знамение да ле датан у ле Аверам да да датану и Аверам беней Элияв сыновьям Элияв который сын Рувена Элияв который сын Рувена да ашер а знаете слово да распахнула разверзла а аркадец и земля свой рот да бати вла это корень баула в этом нам это айн проглотить проглотила дочери их нет батеем это в данном случае баит но обратите чуть попозже вы батеем читаете дальше их дома да и дальше эгелегем это оголегем огель это шатры да конечно мы знаем что жили да что жили евреи тогда в шатрах я на минуточку ставлю замечание да что значит дома если сказано шатры причем тут дома дома имеется ввиду конечно семьи да как сказано например что в сегодняшний позаботился о шифре и пуа и устроил им дома имеется семьи то есть род да то есть потомство их их семьи и их значит их шатры то есть имущество дальше от слова как мы можем это понять да все что позволяет им стоять на ногах их то есть все их имущество да вот так дает объяснение и последние слова да это в это в среде корень тут действительно БКРФ как коров но имеется ввиду в среде вот здесь как-то немножко странно мне показалось что их уже поглотили их семьи какой смысл в том что то что позволяет им стоять уже они так не будут стоять а почему подчеркнуто что их имущество нет именно не просто имущество а именно вот такое выражение что позволяет стоять на ногах или это устойчивое выражение просто как бы я не помню что особо часто оно встречалось иначе наверное не приводил бы его Раши отдельно вот почему может быть имеется ввиду что вот это вот имущество было заклятое и никто не мог и не должен был им воспользоваться сказать что сыновья Короха не умерли а наоборот остались левитами и они им принадлежит авторство нескольких тегелин они служили далее в храме вот так что может быть имеется ввиду что имущество тем не менее погибло а кто-то из сыновей которые вовремя раскаялись в последний момент раскаялись они остались ну то есть получается не все их семьи а ну вот за исключением ну да да наверное так да верно так так спасибо спасибо это читала Юлия потому что глаза ваши видят от этого настоящего времени все дела деяния Всевышнего великие или Всевышнего великого наверное более точно которые делал он ну я сам обращаю ваше внимание что речь направлена к современникам то есть людям которым предстоит войти в землю Израиля и на момент ну скажем исхода из Египта им было менее 20 лет либо они еще не были рождены да вот поэтому имеет смысл упомянуть все что было с их недавними предками я понимаю прошу вас Анна так ушмартем этколь амитзва ашер анухи митзавха айом выман цехэску у вот тем вириштем это ашер отем оврим шамал неришта и соблюдайте все заповеди правда получается заповедь одна всякую заповедь ну хорошо которую я заповедую вам сегодня чтобы укрепились вы укрепились и пришли и унаследовали землю которую которую вы переходите туда туда владеешь 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 да уломан алло да 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 все все правильно да да извините замечтался да она правильно все правильно так теперь Людмила прочитает тет можно вопрос в современном иврите когда коль а это значит весь да если в единственном числе коль а да это весь целиком да как бы весь приказ заповедь да понятно как бы как все вместе да видимо здесь наказ весь всякую заповедь было бы коль митсва все заповеди коль митсвот а коль а митсва буквально это всю заповедь но все заповеданное я не знаю почему так я честно говоря не обратил на это внимание но замечание правильное да интересно интересно но здесь имеется ввиду конечно мы не можем сказать вот эту соблюдать а другие нет или скажем это забыть около дней так да спасибо может быть обобщающий как бы весь наказ вот все что сказал да я тоже так понял я тоже так понял так тет чья очередь тет а я да сейчас наверное я просто думала вот хотели еще вопрос задать да я просто бы быстро хотела спросить если можно повторение вот эти вот и наказал наказал то есть как бы синонимичные глаголы постоянно встречаются да это такая особенность да ну здесь в чем почему так часто но Моисей знает что народ свернет с пути и поэтому он пытается вот это по возможности отсрочить то есть напоминает об обязанностях я понимаю вот так да так улээман да можно улээман тариху ямим альхадама ашернишба ашем лавотейхем латетлахем улэзарам эрец зават халафудваш и латетлахем и латетлахем а ради да от слова орлов чтобы удлинились стали долгими дни ваши на этой земле которую поклялся Всевышний отцам вашим дать им и потомкам вашим землю текущую молоком и мед совершенно верно эрец зават халафудваш конечно это выражение я знал еще лет сорок назад но позже я вдруг сообразил что вот слово зав которое определяет которое описывает некую болезнь истечения да и вот это вот зават да это одно и то же слово теперь с вашего позволения я прочитаю юб и немножко скажу по этому поводу ки а арец ашерата башам ларишта ибо земля которая ты входишь туда овладевать ею не как земля египетская она и тут пишет что она лучше Египта да которая то есть земля египетская вышел ты оттуда которая это опять про Египет ты посеешь ты твое твое семя твое зерно ве ешки так и будешь поливать да это имеется ввиду именно поливать водой ногою твоею твое и и ерно если существовали механизмы то есть некое колесо с водочерпалкой да которое проводилось движение ручной точнее ножной силы то есть ногою своею ты практически начерпывал воду да это было очень прогрессивное изобретение тем не менее оно требовало большого Теперь я, с вашего позволения, прочитаю еще следующую фразу. И здесь подчеркивается, что Египет не просто страна материализма победившего, но и сама природа это подчеркивает. А именно, ты хорошо проработал, ты прорыл каналы или ты начерпал воды, и ты можешь считать, что ты сам обеспечил себе урожай. Но в земле Израиля не так. Нет крупных рек, а воду она получает от дождя. Как мы читаем дальше во второй части Шма, это обращение ко всему народу. Если будете соблюдать заповеди, то дам я дождь вашей земле. Если не будете, то не будет дождя. Поэтому, живя в земле Израиля, ты не только сеешь свое семя, свое зерно, но и молишься Высшее, молишься Всевышнему, чтобы дождь пошел, и ты чувствуешь свою связь с ним и свою зависимость от него, чего нет в земле египетской. И тут я обычно припоминаю проклятие, которое дано змею. На брюхе ты будешь ползать, и прах земной будешь есть. Но ведь праха этого очень много. Именно это и является проклятием. То есть ты не заботишься о своем пропитании, оно тебе обеспечено. И тебе не нужно чувствовать связь со Всевышним. Ты просто не нуждаешься в нем. И этой связи поэтому нет. Может быть, проклятие больше этого. Ну вот на этом, я думаю, мы и закончим вот еще. Да-да-да. Давайте двенадцатая. Двенадцатая вот Анна прочитает, раз она появилась, вот она прочитает. А что значит появилась? А я никуда не уходила. Я проявилась. Да, да-да-да. Я ничего не об этом. Я хочу сказать, чтобы вы прочитали двенадцатый. Ну, а я хочу сказать, чтобы вы прочитали двенадцатый. Анна, ну пожалуйста. Ну, кому всем остальным обидно будет, а почему-то я не знаю. Ничего-ничего. Ничего. Так. Эрес ашер ашэмэлокэха дорэш ота, тамит и ней ашэмэлокэха бо, мэрешит ашана в ад ахаритшана. Да, верно. Молеат, который Всевышний, ну, тут получается, требует. Требует, да. Да, расспрашивает, выясняет, следит за ней, можно сказать. За ней. Ну, буквально печется, заботится. Это написано в переводе. Да, 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 есть много различных вариантов перевести слова дорэш. Земля, о которой Всевышний заботится всегда. Очи, очи, глаза Всевышнего, Бога твоего на ней. От начала года до окончания года. До окончания года. Совершенно. И дальше есть вторая часть шма, вот такой отрывок. Ну, и после этого есть несколько суким, которые мы сегодня уже рассматривать не будем, ибо время наше истекло. Всем большое спасибо. Приходите еще с Божьей помощью. Спасибо большое. На здоровье, значит, в субботу начинается расходыш месяца Элуль, последнего месяца, в этом году месяца Чувы, первое Элуля, это воскресенье. И я надеюсь, мы с вами будем проводить занятия, как обычно. Спасибо, Шавлотов. Шавлотов. Окей, Шавлотов, всем счастливо, пока. Спасибо, пока.